Ходить на работу, вальсировать в танцы. Свои мечты Алина Захарова вышла крестиком. Все работы посвящает маме, поэтому для выставки творчества особенных детей свои картины отдала лишь на время. Увидеть, что сделали своими руками другие дети, Алина не может. Мама подносит близко к лицу каждую вещь. У 17-летней девушки серьезное врожденное заболевание – мышечная дистрофия. Нет, терпения у меня хватает. Именно чего-чего терпение есть. Я наоборот люблю такую долгую работу, тихим, спокойным вечером. Алина ждет на этом празднике своего друга – хрустального мальчика. Вася Керимов тоже колясочник. За 17 лет у него более 200 переломов. Несмотря на свою хрупкость, Вася занимается спортивным ориентированием, ремонтирует электронику, дистанционно учится на экономиста. А когда остается свободное время, рисует. Чувствовать себя полноценным мешает городская среда. Гулять больше хотелось бы, чтобы в автобусе не было проблем, подниматься, спускаться. Поставили пандус, как в Америке, выловывая шишками. Этот праздник «Огонек надежды» организовала мама двух детей с ограниченными возможностями. Чтобы ухаживать за ними, Светлане Гордеевой пришлось уйти с работы. Со временем решила спасти себя и других родителей от социального вакуума. Теперь в ее общественной организации дружат семьями более 160 человек. К сожалению, детками мало занимаются инвалидами 100. Чаще они сидят дома, никуда не выходят, если дети тяжелые. Но если дети не очень, то ходят в интернаты. А мы дома и все. За весельем на танцполе Алина и Вася наблюдают со стороны. Для них поет тоже особенная девочка Кристина Зицгенидзе. Несколько недель назад она победила в международном фестивале детских песен. Среди здоровых детей. Про осьминога школьница пела и со сцены в Польше. Тогда Кристина хотела только одного. Чтобы здоровые дети и их родители уважали не таких, как они. Немножко одарено детей, что у них там чего-то нет, они как-то неправильно обращаются с ними. Ну, мне кажется, они должны их наоборот жалеть, а они как бы не хотят с ними общаться. Драгоценное общение не таких, как все, длилось два с лишним часа после концерта подведения итогов творческого конкурса. Здесь нет тройки призеров. Все участники уже победители. Анна Соколенко, Юрий Санкин, Южный регион, Инфо.